ТЕЛЕУРОК Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать на уроке русского языка в первом классе. Начинается урок. Он пойдет ребятам впрок. Постарайтесь все понять, учитесь тайны открывать и на уроке не зевать. ТЕЛЕУРОК Тема нашего урока – буквы Ч и Щ. Ребята, сегодня на уроке вы познакомитесь с буквами Ч и Щ и звуками, которые они обозначают. Будете читать слоги, слова с новыми буквами. Научитесь писать заглавную и строчную буквы Ч и Щ. Давайте дадим характеристику звуку Ч. Звук Ч – это согласный звук. Давайте произнесем этот звук. Ч, Ч, Ч. Губы и зубы мешают нам свободно произносить этот звук. И возникает как бы преграда. Мы не можем его пропеть и протянуть. Этот звук звучит глухо. Поэтому и говорят, что он глухой. Мы слышим, что в каждом из этих слов звук Ч – мягкий. Этот звук особенный, потому что он непарный глухой и непарный мягкий. А теперь дадим характеристику звуку Щ. Произнесите этот звук. Щ, Щ. Звук Щ – это тоже согласный звук. Зубы мешают воздуху свободно проходить во рту. И возникает преграда. Этот звук не поется. А еще звук Щ звучит глухо. Поэтому и говорят, что он глухой. Звук Щ, так же как и звук Ч, всегда мягкий. А еще вы должны помнить, что звуки мы произносим и слышим. А буквы видим и пишем. Все звуки на письме обозначаются буквами. Вот и звуки Ч и Щ на письме обозначаются большими буквами Ч и Щ. И маленькими буквами Ч и Щ. Причем все звуки обозначаются в квадратных скобках, чтобы не путать их с буквами. Теперь посмотрим, в каких местах слова могут находиться звуки Ч и Щ. В этом нам помогут загадки. Слушаем и отгадываем. Живет спокойно, не спешит. На всякий случай носит щит. Под ним, не зная страха, гуляет. Кто это? Верно, ребята, это черепаха. В этом слове мы слышим звук Ч в начале слова. Я уроки посещаю и всегда веду дневник. Сам себя я называю школьник или... Молодцы! Ученик. В этом слове мы тоже слышим звук Ч, но в середине слова. Вставь в замочек, поверни, дверь любую отопри. Ростом мал, но так могуч, называется он... Да, ребята. Ключ. В слове ключ звук Ч слышится в конце слова. Хвостом виляет, зубасто, а не лает. Кто это? Правильно, щука. В этом слове мы слышим звук Ч в начале слова. Я, как зонт, не промокаю. От дождя вас защищаю и от ветра вас укрою. Ну, так что же я такое? Верно, это плащ. В слове плащ в конце слова слышится мягкий звук Щ. Посмотрите на картинки и найдите все слова на букву Ч и Щ. Сначала найдем все слова на букву Ч. Черепаха, чеснок, часы, чайник, червяк. А теперь найдем слова на букву Щ. Щенок, щука, щетка, щелкунчик, щавель. Молодцы! Мы нашли все слова на буквы Ч и Щ. Телеурок! А сейчас мы посмотрим, как пишутся эти буквы. Буква Ч может быть большой. Ее называют заглавной. И маленькой. Ее называют строчной. Большая буква всегда больше, чем маленькая. А маленькая буква всегда меньше, чем большая. Да, вы правильно решили. Че мы пишем, как четыре. Только с цифрами, друзья, буквы путать нам нельзя. Буква Щ может быть большой. Буква Щ может быть большой. Ее называют заглавной. И маленькой. Ее называют строчной. Большая буква всегда больше, чем маленькая. А маленькая буква всегда меньше, чем большая. На расческу Щ похоже. Три зубца всего. Ну что же? Итак, буквы мы научились писать. А теперь вспомним, в каких же случаях пишутся эти буквы. Если кому-то или чему-то даются имена, то эти имена пишутся с большой буквы. С большой буквы пишутся отчества и фамилии людей. С большой буквы пишутся клички животных. Еще с большой буквы пишутся названия городов, рек, озер, деревень. А с маленькой буквы пишутся многие другие слова. Например, часы, щетка. Еще с большой буквы пишутся слова в начале предложения. А теперь мы поучимся с вами читать слова и слоги с буквами Ч и Щ. Повторяйте за мной. ЧА, ЧО, ЧУ, ЧЕ, ЧО, ЧИ. ЧА, ЧО, ЧУ, ЧЕ, ЧО, ЧИ. А теперь прочитаем слова. ЧА, ЧАС, ЛУЧ, ТУЧА, ЧУ, ДО, ЧАЙНИК, ЧУ, ЧЕ, ЛО. ЧЮ, КА, ЧЁТ, КА, ШАП, КА, ЩЕП, КА. Здорово! У нас все получилось. Ну а теперь, ребята, давайте рассмотрим письменную букву Ч. Большую и маленькую. Сравните их с печатными буквами. Будем учиться писать заглавную букву Ч. Начинаем писать чуть ниже середины широкой вспомогательной строки. Ведем руку вверх, вправо, закругляем, касаясь дополнительной линии. Ведем наклонную линию вниз, к верхней линии рабочей строки. Чуть не доводя, закругляем вправо. Доводим до верхней линии рабочей строки, касаясь ее. Ведем вправо и вверх, до вспомогательной линии. Ведем вниз длинную наклонную линию. Чуть не доводя до нижней линии рабочей строки, закругляем вправо и ведем вверх, до середины рабочей строки. Теперь напишем маленькую букву Ч. Начинаем писать ниже верхней линии рабочей строки. Пишем волну вверх, вниз, вверх, касаясь верхней линии рабочей строки. А нижняя граница на уровне точки – начало письма. Ведем вниз короткую наклонную линию, чуть не дойдя до нижней линии рабочей строки, закругляем вправо и, касаясь нижней линии рабочей строки, ведем вверх, до середины рабочей строки. А теперь давайте рассмотрим письменную букву Щ, большую и маленькую. Научимся писать заглавную букву Щ. Первый элемент начинаем писать чуть ниже середины вспомогательной линии. Ведем линию вверх, вправо, закругляем, ведем длинную наклонную палочку вниз, к нижней линии рабочей строки. Чуть не дойдя до нижней линии рабочей строки, закругляем вправо, поднимаемся вверх, вправо, до верхней линии рабочей строки. Пишем короткую наклонную линию снизу вверх, до середины вспомогательной строки. Второй элемент. Ведем длинную наклонную палочку вниз, к нижней линии рабочей строки. И закругляем вправо, поднимаемся вверх, вправо, до верхней линии рабочей строки. Пишем короткую наклонную линию снизу вверх, до середины вспомогательной строки. И третий элемент. Ведем вверх, вправо, до середины рабочей строки. Четвертый элемент. Петля. Ведем вниз небольшую прямую палочку, закругляем влево, пересекаем петлю на нижней линии рабочей строки. Теперь напишем маленькую букву Щ. Первый элемент. Начинаем писать от верхней линии рабочей строки. Ведем вниз наклонную линию. Чуть не дойдя до нижней линии рабочей строки. Закругляем вправо. Затем ведем вверх, пишем вверх короткую наклонную линию, до верхней линии рабочей строки. Второй элемент. Ведем вниз короткую наклонную линию, чуть не дойдя до нижней линии рабочей строки. Закругляем вправо. касаясь нижней линии рабочей строки и ведем вверх, пишем вверх короткую наклонную линию до верхней линии рабочей строки. Третий элемент пишем как и второй элемент, но ведем вверх вправо до середины рабочей строки. Четвертый элемент петля. Ведем вниз небольшую прямую палочку, закругляем влево, пересекаем петлю на нижней линии рабочей строки. Попробуйте написать эти буквы в тетради самостоятельно. Сегодня на уроке вы познакомились с согласными буквами Ч и Щ, которые на письме записывают, глухие согласные звуки. Узнали, что есть звук Ч, мягкий, и есть звук Щ, тоже мягкий звук. Научились писать буквы Ч и Щ. А наш урок подошел к концу. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, ребята! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok